Мы с мужем в последнее время практикуем списки в заметках на айфонах. Оказалось, это очень удобно. Фишка в том, что он, когда ставит, например, галочку, эта галочка улетает, и на моем телефоне я сразу вижу, что он купил, что не купил. И у меня постоянно все это тоже обновляется. Не надо теперь нам писать смс-ки и спрашивать, что купить. Просто заглядываешь в список. У меня тут просто... Ну, не все продукты. Я сюда еще, конечно, что-то дополняю. Ну, вот. Ну, сразу видно, что купить. А еще из несомненных плюсов в переписках в смс-ках с мужем больше нет таких бездушных сообщений, как купи хлеб, молоко. У меня как мама девочек блестки – это наша неотъемлемая часть гардероба, амуниции, красоты. Руки у меня в блестках постоянно. Все. Нам нужно еще себе поможить. У меня есть все пузо и спину. Спину и пузо помазать? Ну, помажь. Хорошо. А вообще самое простое – купить самый дешевый простой гель, типа гель «Прелесть», продается там магнит косметик или везде, и купить отдельно блестки. И просто это все в какой-то баночке замешать. Вот тебе получаются блестки. Дешево сердит. По отдельности это все гораздо интереснее купить. Такой собственный замес еще и с детьми позаниматься таким образом, нежели готовые всякие разные детские блестки. Как говорится, блестись, сверкай. Пупочек и пузо? Какая аж прелесть, а! Конечно, приятно, когда спинку мажут. Опять фикс-прайс? Ну, а как же. Стрелялка? Ну, как бы да, надо нажимать, нажимать. Не направляй на людей. Списки в действии. Ну, давай я попробую. Все, что писала, все и купили. Давай, я себе тренирую, я иду от Поплана. Мир бесполезных вещей. Да, я согласна. Что-то я неудачно. Я тоже хочу. Это у нас Мишка вместо потерянного мелка. Да, мелка потеряли? Да, и его зовут Вуда. Вуда? Да. А папа нам показал, что этой штукой, оказывается, можно стрелять. Просто надо ее сжимать суперсильно. Сил не хватает так сжимать. Может быть, они потом разработаются, и будут поместить? Ну, может быть, да. Ух ты. Все, разработалась, да? Да, разработалась. Опа! Чудно. Да, мне просто нужно... Сегодня за продуктами. Поздно съездили. Хотела я суп какой-то сварить. Ну, так получается, что супчики приходится варить только на два дня. Вот на выходные, пока дети дома. Все остальное время только я здесь одна, и как-то мне грустно суп одно есть. Так что, сегодня без супа, завтра сварю на один день что-нибудь. Вот так макароны с сосисками. Это самое быстрое, что я сейчас могу им на обед сделать. У нас тут небольшой тихий час. Зоя тоже спит, поэтому мы с Миркой время зря не теряем. Пока она спит, выходной день, Мира отказывается, и мы с ней занимаемся. Ну, либо продолжаем читать наши буквари. У нас их три штуки. И я пошла по пути закрепления материала, поэтому мы вот этот сталинский букварь сейчас перечитываем по новой. И все гораздо быстрее идет. Главное, что ребенку нравится повторять материал, потому что она справляется хорошо, и у нее восторг от этого. И также мы занимаемся на платформе Умназия. Проходим курс «Как быстро и легко учить стихи». То есть это идет у нас развитие памяти. И он для шести лет по возрасту. Вообще, конечно, дети и так в целом неплохо запоминают стихи, как-то у них мозг очень хорошо работает. Но именно на Умназии среди всех прочих разных образовательных платформ очень интересный подход к обучению. Ну и для начала, что такое Умназия? Это образовательная онлайн-платформа для детей от шести до тринадцати лет. С ее помощью дети могут развить главные образовательные навыки для подготовки к начальным классам. Это логика, внимание, эрудиция, обучаемость и память. Также подготовиться к успешной учебе в средних и старших классах школы, получая знания по физике, химии, географии, культурному коду, финансовой грамотности и так далее. Процесс обучения на любом курсе Умназия от простого к сложному. Выбрали интересующий нас курс. Курс состоит из некоторого количества уроков и финального теста. И в начале каждого урока дается теория. Это видеоматериалы, картинки и текст, которые можно также прослушать на страничке. Следом идут задачи, которые нужно выполнить. Закрепив тем самым новые знания. И, к слову, задания отнюдь не простые. Здесь и правда надо напрячься, быть крайне внимательным, думать, включить логическое мышление. Также есть тренажер знаний, который подтягивает учеников по таким предметам, как русский язык, математика, окружающий мир. А еще на платформе ежемесячно проводятся бесплатные олимпиады по школьным предметам. В нашем случае я с ребенком занимаюсь около недели. Мы потихонечку учим стихи в рамках нашего курса. И главное, что это даже мне, взрослой, полезно. Научились с ребенком анализировать стихотворение, что очень облегчает запоминание. И, конечно, развивает любознательность. А главное, помогает ребенку понять смысл стихов. Довольно успешно изучили мнемонику, как отдельную технику запоминания. Оказалось, это очень увлекательно. А также, что стихи можно и протанцевать, и нарисовать. И таким образом обучение проходит легко и играючи. Скажи, мне тебе нравится заниматься за компьютером? Да. Зима. Кристианин тужествует. Она в здравомнях обновляет путь. Ела лошадка. Смерть почует. Летется рысь, как небо. Что так с выражением ты читаешь? Молодец. Когда вы зарегистрируетесь на платформе, вам будет предоставлен бесплатный доступ на 3 дня. Можно будет не спеша изучить все программы, а также пройти с вашим ребенком заинтересовавшие вас уроки. И, конечно, вы можете воспользоваться моей 35-процентной скидкой на оплату курсов. Ссылочку на умназию я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно заглядывайте. Вы кормите мишек и зайчиков. Понятно. Хорошие у вас игры. Мне нравится. А вот это дерево переехало сюда жить. Когда у нас не будет стеллажа, оно будет немножко правее. И будет лучше смотреться. А почему переехало, сейчас покажу. Как мило спит наш песик. Просто чудо какое-то. Вот такой у меня домик есть. Теперь. Вот так он открывается. И он... Еще я его не отмывала. Перекрашивать я его не буду. Мне нравится, что он такой пошарпанный. Это тоже вот на халяву нам досталось. Единственное, что, конечно, под этот домик нужна, мне кажется, более большая квартирка. Или подоконники. Не знаю, что здесь хранить. Ну, чисто теоретически это выглядит, как небольшой такой пырничок. Можно какую-то зеленцу, например, вот именно здесь выращивать. Также предложили к классной идее здесь хранить какие-то бутылочки, типа бара. Ну и, в принципе, здесь можно какую-то композицию сделать. Или свечку поставить, там украсить перед Новым годом. Веточки какие-нибудь. Не знаю. Но пока поживет вот здесь на подоконнике. Просто когда здесь фикус жил, у Света маловато в комнате было. А так вот стоит, внутрь чего-нибудь положить, и ничего будет. И помимо вот этого домика сейчас еще покажу вазочки, которые мне тоже вот из интерьера достались. Бесплатно, на халяву. Но их я, наверное, буду раздаривать. Потому что они не смотрятся от слова совсем у нас. Вот они, эти банки. Ну, они очень хорошо смотрятся, конечно, там в ресторанах, в больших помещениях. Просто как вот декор. У нас их, ну, правда, негде использовать. Была бы там, например, большая ванна с окном, к примеру, можно было бы сюда, не знаю, там стиральный порошок, к примеру, положить или что-то в этом роде. А так я пока что придумала, как от них избавиться, по-хорошему. Положить сюда, например, какую-нибудь косметику, что-нибудь купить и вот в этой банке подарить. Очень, мне кажется, будет прикольно. А дальше же там хозяин банки как-нибудь разберется, что с ней делать. Ну, да, для интерьера прикольно. Какие же конфеты сюда положить, например. Вот еще вот такая вазочка тоже, мне она не очень в тему таким цветом. Здесь лаванда какая-то тоже, которая стояла в интерьере. Она старенькая, уже сыпется, надо сюда какую-то более новую купить. Ну, пока я ее сюда к нам на полку поставила, и вазочка смотрится здесь черненькой. Саша еще в ленте на кассе схватил девчонкам куколок. Ну, две на подарки, а две я уже девчонкам выдавала. Они сейчас побежали их купать. Прикольно такие малюсенькие, ножки и ручки двигаются, юбочки. Купаются они у вас? Да. Какая прелесть. Именно поэтому я бы и хотела огромную кухню с островом. Потому что девчонки, когда присоединяются ко мне в готовке, они ставят стулья так, чтобы мне не подойти даже неудобно. Я готовлю хачапури, наконец-таки добралась до них. Мне, значит, требуется грамм 500-600 муки, пол-литра кефира, соль, сахар. Слышишь? Соль, сахар? Да, соль, сахар. Все правильно, молодая леди. И растительное масло, грамм 50. Из этого будет тесто. Начинка тертой с лугуни, с яйцами. И я просто буду жарить это все на сковороде. Сейчас тесто замесим с девчонками. Куда ты полезла, любопытная Варвара? Все, давайте. Кто-то будет выливать кефир. А я буду добавлять муфу. С Зоей сразу. Пинтовые стаканы это просто супер вещь. Мама, можно я переблю? Соль крутится. Да, крутится. Тесто за месяц отдохнет полчасика. Или даже до завтра. Мама, мы пожмякаем. Пожмякаете, когда тесто будет готово. Оно что, танцует? Да, танцует, танцует. Танцует. Добавляла еще все-таки муки в процессе, потому что мука разная. Оно чуть-чуть липнет. Ну, мягкая, эластичная. Сейчас я девчонкам оторву пару кусочков, чтобы они тут пожмякали это все. Нет ли у меня последствия работы с тестом. Дети потом обязательно хотят еще муки. Они хотят тоже лепить. Ну, полезно, почему бы и нет. Единственное, что они будут все чумазенькими. Ну, ничего, мы помоем руки. Ну, конечно, помоете руки. А я потом буду отмывать всю кухню. Ну, ничего, да? Да-да, все так. Ну, ты согласен, что нам все-таки нужна огромная кухня? Я тут готовлю начинку, а ты присоседился рядом, и нам тут честно. Ну, что? Пап, спасибо! Зато я ненадолго. Да, пожалуйста! Халапинюшко, колбаска, творожный сыр. Почему бы и нет, как говорили. Какое извращение. Я-то думала, бутерброд – это просто булка и колбаса. А ты тут шедевр какой-то лепишь. Сама тут уже это, как будто целится. Ну, я думаю, что ты на всех нас нас делаешь, правильно? Ну, конечно. Да. Я что, не права? Вообще не очень. Ну, и вот, первая моя лепешка. Она прорвалась в двух местах по бокам. Ну, не знаю, сейчас буду жарить на сухой сковородке. И посмотрим. Первое. Первый блинком. А вот что с этими. Ну, и добрались мы до ужина. Лепешки, тесто для лепешек. Мне не понравилось. Его не пропечь. То ли я толсто раскатала, то ли еще что-то. На ужин у нас курица и салатик. Приятного аппетита. Мама. Буду переделывать лепешки. В другой раз как-нибудь. О, Господи, что это? Девочка. Девочка? Я думала, что это лягушка-девочка. Красиво. Зови папу ужин. Ты сама садись тоже кушать. Это дедушка на свадьбе. Дедушка на свадьбе. Я тут подрабатываю в службе доставки Икея. Огромная-огромная посылка. Поедет в Калининград. Угадайте, к кому. Внезапно у нас настали холода. Я, значит, начала перебирать свой гардероб в поисках теплых вещей. И наткнулась вот на это пальтишко. Пальтишко, пальтишко. Которое заказывала с сайта Ларри Дуд. И забраковала его в момент заказа. Ну, точнее, когда оно пришло. Оно мне показалось слишком большим. А тут я его решила примерить. И знаете что? А ничего. Мне кажется, так можно ходить. Да, оно мне большевато. С другой стороны, сейчас, по-моему, все ходят в вещах, которые больше, чем нужно. Ну, без шарфика это все смотрится печальнее. Сейчас покажу. Тырн-тын-тын. Как-то так. Вот, это без шарфика. И оно свободное, что можно свитер под него, в общем-то, подложить. Такое в мужском стиле абсолютно прямое. Вот. Прикольно, да? По-моему, прикольно. И оно теплое. Оно шерстяное же. Вот что, фишка. Прямо сейчас. Но без шарфика невозможно в нем ходить. Потому что сейчас будет холодно слишком. Хотя, вот если вот так сделать как-то... Оно так, наверное, с пальто никто жестоко не поступает. Или поступает. Не знаю. Оно еще колется. Вообще, даже и вот так прикольно. Короче, у меня есть пальто теперь. Ой, ну, извините. Минутка самолюбования. Потому что я со шмотками не всегда хорошо дружу. В том плане, что для меня выбрать вещи – это большая проблема. И тот костюм, который у подружки был на Алиэкспресс, я все-таки решила, что я не буду заказывать. Все спрашивали ссылку. Она в описании под тем роликом. Ну, вот я опубликовала с этой ссылкой в описании. Так что просто надо заглядывать туда. Я подумала о том, что просто через несколько дней, или, может быть, завтра, например, я поеду в какой-нибудь торговый центр, и сейчас такие костюмы везде продаются. Ну, вот я просто поперемеряю что-нибудь. Может быть, в Юникло какие-то такие флисовые штаны найду. Может быть, еще где. Ну, просто сам факт вот таких штанов на зиму – это было бы, наверное, комфортно. Тех же детей все отвозить. И будет не так холодно. Да и, в принципе, ходят сейчас так все, правильно? Правильно. Ну, вот и с таким пальто тоже ходят. Единственное, что ботинки. Ботинки уже, наверное, не знаю. Может, другие какие-то сюда нужны? Какие? Черные? Тогда шарфик, может, какой-то другой. Как у меня Зоя одевается в садик? Сама. Там лава. Выбирает все самое красивое. А здесь там лава и милая лава. Милая лава и там лава. Я поняла. И что мне делать? Как мне вас проводить в садик? Я труси. Амерка с рюкзачком. Там тетрадка, ручка. Мам, быстрее, мам, быстрее проходи. Хорошо. Короче, дошколята у нас в садике занятия. Ну и вот занимаемся. Начала все-таки работу над альбомом для Зои. У меня тут куча-куча разных видео, из которых можно нарезать скриншоты за неимением полноценных фотографий. Вот она такая маленькая, например. Я вот занимаюсь тем, что пересматриваю старые видосы. Ну как, на перемотке на самом деле. Именно файлы какие-то в поисках скриншотов. То есть у меня тут периодически я снимаю детей. Вот, например, тут тоже классный видос нашла, из которого уже скриншот сделала Зои. Это на даче. Такая маленькая. Такая миленькая. Ну неплохо. Ну, я не помню, какой скриншот я сделала. Что-то типа этого. Ну, как фотка это подойдет. Ну, вот, да, сижу и пересматриваю на перемотке. Вот тут отец с двумя детьми малолетними. Какие-то тенюшки. Это прикольно, конечно. Ну и что-то удаляю, естественно. Потому что, правда, боже мой, что это? Какая шпарелись. Ну, вот, на самом деле, я тут сижу уже несколько часов. И, честно, я так довольна, что я снимала на видео. Потому что фотографии, ну, они могут не получиться, могут не поймать момент. А тут ты слышишь и разговоры, и плачь, и, ну, как-то вот все это объемно, что ли. Снимайте почаще видео. Желательно на какую-нибудь хорошую камеру. Желательно с хорошим освещением. Потому что, если будут хорошие видосы, из них можно вполне себе неплохо нарезать фотографии. Просто делая скриншоты. И, по-моему, это здорово. Вот просто делаю скриншоты, и все. Потом просто резкости немножко добавить, возможно, где-то в обработчике, там, или даже с телефона. И вот тебе, пожалуйста, полноценная фотография. Ну, я тут снимала не в самом лучшем, например, качестве, а в том, какое оно было доступно. Но, по крайней мере, там, ой-ей, те же фотографии распечатать в 10 на 15, например. Почему бы и нет? Тоже вариант неплохой. Так что, так, вот сижу, и у меня уже тут получается такое приличное количество фотографий. Какие-то надо немножко пообрабатывать. Ну, и без мирки, конечно, не получается альбом. То есть, она в любом случае тут участвует, присутствует. Но, так или иначе, это все очень миленько, на мой взгляд. Ну, на себя даже не похоже. Ну, вот она тут такая миленькая. А вот это, между прочим, скриншот из видео. Чем не фотка? Час от часу не легче. У нас тут новинки в новостях. В школе, наконец-таки, объявили набор на дошкольную группу занятий. Соответственно, вот то, что мы ходим в садики, это у нас отменяется. И мы переходим, будем ходить именно в школу. Я договор тут подготовила. Сейчас пойду, понесу в нашу будущую школу, посмотрим, ну, как там, что. Там занятия аж по два часа будут, то есть, три урока. Подробности я пока не знаю, но по факту программа именно будет школьная. Поэтому мне, наверное, выгодно будет именно в саму школу пойти. Во-вторых, ребенок привыкнет. Ну, то есть, я к дошкольным занятиям отношусь так. То есть, в принципе, это не самая обязательная штука на свете. Но если есть, почему бы и не походить. Так что, да, походим туда. Самое интересное, как это все будет выглядеть. И что да, как. Ну, начинается занятие с ноября. Вот. И при этом поступление в первый класс нам в школе сказали, что не зимой уже будет, а в апреле месяце. Я не знаю, с чем это связано. С тем, что у нас там определенная же очередность есть. Там льготники, кто по прописке и все остальные. Мы, грубо говоря, идем по прописке. Почему с апреля месяца, не ясно. Может быть, в связи вот со всей историей, которая у нас тут творится. Так что, такие делишки. Я тем временем вроде как отобрала порядка 200 фотографий у меня получилось. Ну, из них, естественно, есть какие-то дубли. И я сейчас буду заниматься тем. Ну, в ближайшие дни, по вечерам. Ну, обрабатывать буду фотографии. Какие-то немножечко ретушировать. Какие-то оставлю как есть. Из каких-то буду выбирать. Ну, например, такая фотка у меня есть. Мне она нравится. Подумала о том, что неплохо бы ее тоже использовать. Какие-то фотографии у меня именно маленькие скриншотики. Они не очень качественные. Но я думаю, что когда печатаешь 10 на 15, это не так и критично. Плюс у меня тут есть фотографии и мирки какие-то. Ну, почему бы и нет. Все-таки, мне кажется, малышковые фотки должны быть у каждой. А дальше уже они вместе подросшие и не сильно привязаны к возрасту. Потому что, ну, тут я не вспомню, какой возраст, например. Только если по дате. Ну, возможно, надо будет как раз вот на дату и ориентироваться. Как-то фотографии подписать в дальнейшем. Но мы это еще посмотрим. Ну, да. Здесь какие-то требуют обработки. Какие-то, вот, как видно, скриншот не требует обработки, в принципе. Вон тут Зоя малышка просто такая малюсенькая. Да. Посидела сегодня, в общем-то, и повспоминала, как это все было. Вон темные такие скриншоты. Мне кажется, их можно вот высветлить чуть-чуть. И получается так вот прикольненько. Единственное, что шума много. Ну, а так вот милота же маленькая. Маленькая милота. Я думаю, что вряд ли я бы так смогла сфоткать. А за счет того, что записывала на видео, ну, что-то получилось. Вот эта фотка мне нравится. Сейчас я уберу. Вот. Выражение лица огонь. Она прикольная. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok